Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас видео по заявочкам. Будем тестить с вами новинки шестого каталога Фаберлика, не только новинки. Девочки просили меня протестить вот этот крем с моментальным осветляющим эффектом. Сегодня будем тестить с вами новую масочку Ботаника, маску восстанавливающую сливку от Биомики и еще, девчонки, вы просили у меня гель-скаточку вам показать в применении ICO. Поэтому все сегодня у нас с вами от Фаберлик, полностью уход от Фаберлик за телом, за волосами и за лицом. Давайте начинать. Прежде чем помыть голову и протестировать маску, я хочу нанести вот такой вот бальзам Ботаника. Он пришел мне в этом заказе по шестому каталогу. Бальзам. Репейное масло. И оно хорошо работает на мокрых волосах, поэтому сейчас я мочу голову и будем наносить с вами маслице. Девчонки, кстати, по поводу бальзама, нового помада Бальзам из линейки Glam Team. Смотрите, какой красивый финиш остается. Она с течением времени превращается в какую-то в такую полуматовую и эффект зацелованных губ. Вот именно зацелованных губ. Это вообще супер, мне понравилось. Кто любит такой эффект, я вам рекомендую. Сейчас я по проборам буду наносить это маслице. Главное, потом, девчонки, хорошо помыть ручки и чтобы оно не попадало нам на лицо, в глаза. Потому что там у нас перец. И вот такой щеточкой, можно руками, я буду вот такой щеточкой, да, параллельно его как бы массировать, втирать для лучшего эффекта. Сейчас нанесу это маслице, одену шапочку и к вам вернусь. Ну все, девчонки, я нанесла масло, шапку пока одевать не хочу, начинает уже припекать. И сейчас мы будем с вами тестировать, ну я уже не тестировать, а для вас тестировать гель-скатку АСИО, чтобы вы видели, как она ведет себя на коже. Для этого я снимаю макияж одной из своих любимых мицеллярщиков в линейке Expert Pharma, артикул 1668, беру 2-ваттных диска. Это деликатная гипоаллергенная мицеллярка, которая подойдет всем. У нее про оценание бюджетное, аналог ее вербена, потому что тоже так же не щиплет глазки, очень деликатно снимает макияж. Мне так нравится запах ее, девчонки, именно вот этой. А вербена, она подешевле, и несмотря на то, что у нее выраженный запах лимонника, она вообще не щиплет глазки. Макияж снимает очень хорошо, и та, и другая. Прямо практически на ура, а на мне его, девчонки, обычно много. Вот видите, практически все уже. Доснимаем остатки. Она настолько приятная в использовании, прям, не знаю, с ней кожа дышит. Помаду. И теперь гель-скаточка ICU. Артикул, точнее это у нас пилинг гель. Артикул этого пилинг геля 0851, и мы будем с вами доочищать кожу. Что-то под глазами у меня, девчонки, еще, кажется, осталось. Я люблю, когда макияж смут полностью, без всякого там эффекта панды и так далее. Так, как выглядит этот продукт? Вот это вот такая березая, кремовая, девчонки, текстура, в которой много-много мелких частичек по типу гамажа. Их действительно очень много, но они достаточно деликатные, они кожу не травмируют. Если вы сильно тереть не будете, то и кожу свою травмировать не будете. Они такие нежненькие, неугловатые. И мы начинаем распределять скатку по лицу и скатывать ее. В процессе у нас образуются такие вот комочки беленькие, да, и поры очень здорово очищаются. Кто любил, девчонки, скатку, которая у нас была раньше, тот полюбит и этот продукт. Сейчас в шестом каталоге есть купончики, можно ее по купончику очень хорошо, выгодно взять и пользоваться, и радоваться. Но здесь, по-моему, девчонки в составе есть кислоты. Поэтому такие продукты делаем на ночь и обязательно на дневной основе применяем SPF, чтобы не покрыться пигментными пятнами. Вот таким образом по массажным линиям я прохожусь по всему лицу. Я люблю делать скатку и на губы. Их же тоже нужно очищать, да, то мы все время забываем про кожу вокруг глаз, про губы. Ну, я люблю такой уход, я и маски все наношу на веки, и в том числе и пилинги, и скаточки тоже делаю по векам. А то, получается, мы всю кожу с вами прочистили как следует, а эти участки нет. Если, конечно, у вас чувствительная кожа в тех местах, то так делать не стоит. Здесь все индивидуально, вы смотрите по потребностям своей кожи. Вот все у меня замечательно скаталось, прошлись особенно по проблемным зонам как следует. Разгладили наше личико кверху. По морщинкам мимическим. И будем с вами все это дело сейчас смывать. У меня уже практически сухая кожа. Я вот здесь еще как следует пройдусь, потому что тут у меня уже есть мимические морщинки. Вот так. Все, я пошла смывать. Все, девчонек, я смыла скатку, кожа гладенькая, поры вычищены. Теперь пройдусь по ней тоникам, чтобы слегка протонизировать кожу после такого, скажем так, агрессивного. Да, воздействия. И приступим к тестированию маски Биомика. Артикул ее 1251. Сбалансированный микробиом. Восстанавливающая маска сливки. Поддерживает баланс. РТТ. Восстанавливает защитные функции. Масло ШИ. Масло Макадами. Восстанавливает кожу. Пантенол. Хороший состав на самом деле. PH5.0. Так, способ применения. Нанесите восстанавливающую маску на очищенную кожу лица мягкими массирующими движениями. Через 15-20 минут удалите остатки с помощью салфетки. Слушайте, девчонки, интересно. Получается, ее тоже смывать не надо, как и масочки в карбокситерапии. Я сейчас таким средненьким слоем нанесу. Первое впечатление от нее у меня было положительное. Я на кусочки кожи протестила ее, когда заказ получила. Вы видели уже. Но мне интересен, так сказать, полный эффект. Очень интересен. Потому что мне сейчас масочек с заявленными свойствами, как у этой, прямо в уходе на самом деле не хватало. Боялась я ее брать, когда она появилась, потому что на мицеллярку биомика было жуткое сжжение и раздражение. Мне прямо эту линейку хотелось все время обойти стороной. Но надеюсь, что маска не разочарует. Линейку перевыпустили, обновили. Состав пересмотрели. Больше вроде опыта на нас делать не должны. Я на веки тоже наношу, девчонки, вы на меня не смотрите. Кому позволяет кожа это делать, у кого она здесь нечувствительная, не тонкая такая сильно, да, то тоже так делает. Но даже если, мне кажется, она тонкая, то почему бы ее не увлажнить такой хорошей маской. Поэтому я всегда наношу любые средства, девчонки, и пилинги, даже когда делаю, я наношу на веки. Может быть, я в чем-то и не права, но моей коже это нравится. Ну, вроде все. Все, девчонки, хожу 20 минут. Ой, у меня, кстати, есть легкое сжение, прям легкое-легкое вот тут в этой зоне. Но это может быть из-за того, что мы до этого с вами пилингом кожу очищали. Легкое-легкое, еле заметное. Так вроде все нормально. Да, вот тут вот в этой зоне прям. Все, девчонки, через 20 минут встретимся. Ну что, девчонки, прошло 20 минут, и что хочу сказать. Маска местами полностью впиталась. А местами, видите, вот осталась такая еще даже влажненькая. Но она не засыхает в корку, это уже радует. Значит, это действительно хороший увлажняющий продукт. Я не буду снимать салфеткой, лишний раз травмировать кожу, ей сухой, да. Мне кажется, как-то это не айс вообще. Я беру вот такой спонж из фикса и буду смывать именно им. Намочу его водичкой, вот так отожму. И буду смывать остатки маски с лица. Стирать, точнее, именно им. Готово. Девчонки, что по результату? Кожа действительно увлажненная. Прям вот увлажненная и напитанная. Это не просто увлажняющий продукт, это действительно питательный продукт, который подойдет для сухой кожи. Подойдет для сухой, для нормальной. И, девчонки, мою комбинированную кожу, он в принципе не утяжелил. Я чувствую элементы питания. То есть, немножко подгружена так кожа, да, чем-то. Но она такая увлажненная, такая мягенькая. Прям вот вообще здорово это чувствуется. Мне очень понравилась маска, девчонки. Вот прям серьезно, очень. Для любого типа кожи прям вот советую, действительно советую. Кожа прям вот не знаю. Сказать как персик, это когда она дочищенная. А тут прям я чувствую, что она увлажненная и напитана. Классный продукт на самом деле. Мне очень понравился. Я рада, что на веки применила тоже, потому что веки тоже напитаны. Мне кажется, чуть подразгладилась кожа. В общем, эффект мне понравился. Девчонки, маску берите смело. Советую. Никаких раздражений, никакого дискомфорта было. Вот то, что я говорила, в автозоне чуть пощипывала, покалывала. Вначале это прям вот еле-еле и полминуточки. Артикул 1251. Маски ставлю 5 из 5. Даже 5 с плюсом, девчонки. Ну, а теперь я буду смывать репейное масло с волос. Будем тестировать с вами ботанику маску и крем со светляющим эффектом пробовать. Смыла, девчонки, масло шампунем ботаника. Два раза пришлось голову помыть, чтобы его как следует смыть. Это у меня баланс и свежесть. Любимый мой, пока я с ботаником. И теперь мы слегка, как правильно наносить маски, да? Мы слегка подсушиваем наши волосы. Но можно обернуть, пару минуточек походить. Лишняя влага у нас впиталась. Снимаем полотенце. Слегка вот так промокнули. И будем наносить с вами маску. Так, маска. Как же тут мелко написано. Способ применения. Нанести на влажные волосы на 3-5 минут. Затем с мытью водой. Но я бы походила, девчонки, минуток 10. Хотя бы, потому что 3-5 все-таки, мне кажется, это мало. Особенно для тех, у кого кожа пересушенная. Масло, показывала в обзоре вам маску. Оно прям как густое масло для волос из фикса. Оно твердое, твердое. Запах классный. Для меня здесь присутствует запах липового цвета. Берем масочку. Можно разогреть в руках. Можно на водяной бане, кстати. Это очень эффективно. И наносим, отступая слегка от корней. Да, у кого особенно жирные они сами по себе. Если и нет, если волосы позволяют, то наносим и на корни. Я, в принципе, на всю длину всегда наношу. Потому что сейчас волосы пересушены. Ну, может, сантиметрик отпускаю. Отступаю. Чуть-чуть в ручках еще разогрела. И наношу сзади. После того, как мы хорошо напитали наши волосы маской, мы можем взять гребень или расческу специальную. И прочесать еще волосики. Тем самым закрыть чешуйки. И как бы сгладить волос. Чтобы не было никакой пушистости. Маска очень, девчонки, напоминает по консистенции, по запаху и по тому, как распределяется даже на... Сейчас покажу, на что. На густое масло фитокосметика. Оно у меня там далеко стоит. Но есть еще такой же вот эсфикс коза-дереза. Прям вот очень напоминает. Только оно желтое, а ботаник у нас белое. Белесое. Можно вот таким вот крупным я гребнем прочешу еще вот так волосики. Я не буду их завязывать сейчас, заламывать. Я похожу вот именно вот так 10 минуточек. Можно, конечно, их просто подсобрать под шапочку. Можно подсушить феном. Ну, сверху шапочки, да? Чтобы добиться такого эффекта ламинирования. Волосы безумно гладкие. Без маски они у меня сейчас и без бальзама, девчонки, хрен расчешешь. А тут, сами видите, прям вообще просто. Очень похож на твердое масло с фикс от Фиткас. Девчонки, прям вот вообще. Мне кажется, эффект будет такой же хороший. Какая я красотка. Ну, вот я похожу пока вот так 10 минут. И потом вернусь, смоем, попробуем оставляющую. Походила, девчонки, с маской минут 15. Смыла. Давайте протестируем кремушек на лице. Мне очень, конечно, интересно, потому что у меня рука такая белесая была. Смотрите, какой он плотный. Похож на цинковую пасту. Блин, мне кажется, я прям много взяла. Прям переборщила. Он очень плотный. Он прям как маска ложится таким слоем на лицо, девчонки. Как глиняная маска. Сейчас посмотрим, что с моим лицом станет. То, что он высветляет, однозначно. Потому что на руке, когда я его тестировала, да, когда заказ снимала, там прям видно было, что белое осталось на коже. Но я думаю, вы видите уже, что он выбеливает, выбеливает. Это, мне кажется, временный эффект. Он, конечно, может и в целом отбеливает кожу. Но прям разносить надо тщательно, чтобы у вас не осталось белых частиц нигде на коже. Ну вот как-то так. Пока кожа еще не мотированная абсолютно. Артикул крема, кстати, девчонки, 1163. Она пока лоснится еще почему-то. Но хорошо, что здесь есть СПФ. Крем такой, кстати, питательный. Не знаю, как по факту сейчас кожа замотируется или нет. Посмотрим. Я пока волосы феном посушу. И посмотрим, как масочка у нас в действии. И что будет с моим лицом. Ну что, девчонки, вот посушила волосики. Сейчас выйду на свет божий. И оценим с вами крем и масочку. Ну вот, девчонки, снимаю вам при естественном освещении, чтобы вы поняли действительно, как выбеливает этот крем. Он действительно выбеливает кожу. Потому что он сам по себе белый. Вот. И лежит он таким довольно плотным слоем. Потому что сам себе плотный. Но, в принципе, кожу мою не утяжелил комбинированную. То есть, в целом, все нормально, все достойно. По маске. В принципе, все нормально. Но когда я ее смывала, я поняла, что вот эта густая консистенция и питание, которое обещалось вначале, мне, конечно, было маловато. То есть, сейчас вот даже руками я провожу. У меня немножко застревают руки в волосах. На конечном этапе досушивания все равно застревают. У меня волосы пережженные. Но маска однозначно не утяжелит ваши волосы. Это 100%. И для нормальных, средних, слегка поджженных волос, крашенных, тоже все будет прям в ажуре. А для пережженных, как у меня, мне, у девчонки, хотелось еще, в принципе, нормально, да, нормально. Но мне еще хотелось на кончике вот какую-нибудь несмывашечку нанести. Сейчас я вам встану. Так Свету уже поточнее покажу, как выглядит кожа, да. Она действительно выбелилась. Матирование. Ну, есть легкое матирование. Но тут какое-то матирование, такое странное, девчонки, оно параллельно с питанием. То есть, вот, тяжелое средство. Оно не легкое какое-то, да, вот так нанес и все. Оно такое тяжеловатое. Ну, и волосы, они, в принципе, блестят. Да, но, я говорю, вот на кончике мне питания не хватило. Я бы нанесла еще какой-нибудь бы несмывашечку бы точно. Ну, и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам понравился такой формат видео, такой тест-обзор некоторых средств, которые вы давно просите у меня потестить, и в том числе новинок. Я с вами прощаюсь до следующих видео. Всех люблю, целую. Если было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До следующих видео. Всем пока-пока. Пока.